В минувшие выходные прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу Astana Open 2017 среди взрослых и детей. В этом году более 400 спортсменов приняло участие в соревнованиях. Мы пообщались с организаторами турнира, тренерами и спортсменами. Схватки были весьма захватывающими и зрелищными. Мы взяли небольшое интервью у Армана Арузахунова, главного тренера команды Альянс Астана, в котором спросили о предстоящих стартах. Также Арман поделился впечатлениями о турнире в целом. Команда Альянс на данном турнире представлена в составе 126 человек. Это наши филиалы, это основной город. Это Астана у нас, Алмата, естественно, Джаркент, Семипалатинск, Аксай. Также много детей будет от нас участвовать. Детский турнир будет проходить завтра. По поводу организации самого турнира, хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, потому что Астана не балует нас мероприятиями такого плана. И мы все с удовольствием ждем этот турнир Астана Open. И данный турнир, он будет проходить в международном таком статусе, потому что будут ребята из России. Я точно знаю, по словам организаторов, более 400 участников здесь. Но если так разобраться, то 126 только с нашей командой, не считая самих организаторов. От них тоже будет большая команда заявлена. Поэтому я думаю, что именно такое количество участников и будет. Этот старт у нас в этом году второй. Недавно мы вернулись с Алматинского турнира, где тоже успешно выступили. И впереди у нас, естественно, это Абу-Даби World Pro, который проходит ежегодно в Абу-Даби. Это большой такой турнир, это чемпионат мира. Естественно, все команды казахстанские настраиваются на этот чемпионат мира. И я думаю, что мы заявимся, как и в прошлом году, большой казахстанской командой и дадим хороший результат. Как схватка прошла, скажи мне? Первая схватка тяжело. Тяжело? Да, было нелегко, продышаться. Думаю, потом вторая, последующая схватки будут уже полегче. Первая седа тяжело. Тяжело пошло, потому что вес гонял или как? Гонял вес, да, и с вчерашнего дня ничего не ел. Сколько гонял-то? Где-то 4 килограмма гонял. 4 килограмма? Ну, многовато. До этого вес был в порядке, и последние буквально 3-4 дня он у меня взлетел наверх, не знаю почему. Уже знаешь, с кем будешь дальше бороться? Пока не знаю, сейчас будут схватки, и дальше там и решится, сетка покажет. Ага, готовился к этому турниру? Классно, как на вас, а не гибель с плейтовки? Конечно, готовился. Готовился. Просто так, подарком, не выступая. Это уже твои первые соревнования? Под джиу-джиуси? Под джиу-джиу-джиу. Именно в разделе ги, то есть в кимоно, это третье соревнование. Ну, первые два соревнования я тогда только был новичком, и как бы первые схватки пролетал. Сейчас рассчитываешь дойти до финала, занять что-то, или просто опять обкататься? По-любому, конечно. Финал, финал, победа, да. До последнего, до конца. Конечно, настроить только финал. Этот турнир на сегодняшний день является одним из самых престижных турниров по бразильскому джиу-джитсу. И по количеству участников, наверное, мы уже побили все рекорды. У нас, значит, наш клуб называется АТОС Казахстан. Мы являемся представителем всемирно известной команды АТОС под руководством Андре Гальвау, неоднократно чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, по грэпплингу. Мы имеем несколько филиалов по Казахстану, и на сегодняшний день только представители нашей команды заявились в количестве около 200 человек. Очень много представителей из других клубов, такие как Гресси Бара, Альянс, Казахстан Топ Тим, Марио Брос. И таких клубов у нас более 10, которые заявились, будут, значит, отстаивать честь клуба. Помимо того, что мы разыграем 54 комплекта медалей, то есть, соответственно, это 54 весовых категории, включая детей, будут также разыграны общекомандные кубки, и определяться наиболее сильная команда по бразильскому джиу-джитсу. Казахстан 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok